Приветствовать наших гостей. Екатерина, пожалуйста, ждем вас. Подключайтесь, выходите к нам в эфир. Жмите кнопочку микрофон, присоединяйтесь. Отлично, Екатерина с нами. Друзья, желаю вам всем стабильного интернета, интересной деловой программы, ну и, конечно, хорошей качественной мебели, о которой мы будем говорить в ближайшие три дня. Екатерина, пожалуйста, вам слово. Светлана, спасибо. Друзья, добрый день всем, все далекие наши друзья и близкие. Давайте, пожалуйста, проверим связь. Поставьте, пожалуйста, плюсы, если все нормально меня слышно и качество связи хорошее, чтобы я понимала. Отлично. Светлана, спасибо вам за представление. Друзья, спасибо вам за встречу. Рада открывать. Жалко, что мы с вами сегодня здесь. Действительно, не лицо к лицу на выставке. Так ждали. Я очень ждала этого события. Мы все, ну, видимо, я от себя скажу в лице многих дизайнеров, что мы все соскучились по таким событиям. Но, тем не менее, мы по-прежнему онлайн. Я, к сожалению, сегодня не буду перед вами выступать. Вместо меня будет моя аватарка, сезонные всевозможные простуды, да и, наверное, у меня много визуальной информации, чтобы не отвлекать, поэтому побуду с вами в виде аватарки. Да, да, совершенно верно. Зато есть возможность регионам к нам присоединиться. Пару буквально действительно еще моментов, буквально минутку я еще сниму. У нас и так мало времени. Я настолько привыкла, что у меня минимум полтора часа. И тема настолько обширная, с одной стороны, и с другой стороны очень мало времени, поэтому буду экономить. Буквально пару фраз скажу о том, о чем мы с вами будем говорить. Про себя у меня в конце будет моя визитка, когда я буду отвечать на вопросы. Там будет информация еще обо мне, даже не буду на это тратить время. Поскольку моя тема была заявлена, что организация систем хранения в маленьких пространствах, когда каждый сантиметр на чеку, я все-таки буду говорить о системах хранения не в целом, потому что сюда входят и кухонное хранение, и детские комнаты. Вот ни кухни, ни детские комнаты. Я не беру сегодня, даже не приближаюсь к ним, потому что и то, и другое – это отдельная вселенная, можно сказать. Поэтому сегодня я буду говорить больше все-таки про шкафы, гардеробные, ну, возможно, еще какие-то стеллажи. Да, и тоже, в общем-то, не в рамках, не в разрезе возможностей компании «Мистер Торс», а, в общем-то, системно. Как я вижу, большинство присутствующих здесь, по крайней мере, кто написал, это люди профессиональные или такой с профессиональным интересом и подготовкой. А у меня презентация рассчитана все-таки на более неподготовленного слушателя в плане заказчика, клиента, который сам себе дизайнер. Но я уверена, что и те, и те, в общем-то, найдут что-то интересное. Это в том, что я покажу. Сейчас немножко приноровлюсь к системе. Карандашик, листать, все. Смотрите, моя мантра, которую я всегда, когда приходят ко мне мои сотрудники, да и на всех вебинарах первое, с чего я начинаю, как работает дизайнер. Дизайнер отталкивается от действий, не от красоты. Да, не просто красивый диванчик или шкаф. У каждого объекта в нашей квартире есть функция. И уже звучащий из каждого утюга сегодня слоган, что тренд на индивидуальность, повторюсь, но немножко провизуализирую, почему настолько важна сегодня именно система хранения. И порой именно из-за них мы начинаем перепланировку, потому что качественная, обустроенная система хранения, которая позволяет скрыть с глаз какие-то бытовые вещи, и не только, которые освобождают место для более комфортного. Еще несколько лет назад на выставке прозвучал такой тренд «Ливинг» – комфортная среда. Так вот, отсутствие всевозможных этих самых предметов, не всегда очень нужных на виду, и потребность это все сделать, именно на этапе перепланировки определяет сегодняшний наш комфортный быт. Почему не устраивают нас эти квартиры? Они, кстати, в метраж все меньше и меньше. Мы о маленьких пространствах сегодня говорим. Дело в том, что модулор-кробежье, да, и человек-машина, и еще в 20 веке и дом-машина для человека-машины, подразумевалось, что у него очень мало функций. На сегодня, как мы знаем, да, особенно в этот непростой 20-й год, когда всем пришлось поработать, из дома в том числе, у нас гораздо больше функций, нежели поспать, поесть, положить, там, принять ванну и уйти на работу. Мы принимаем дома гостей, мы дома работаем, у нас появилась масса помощников всевозможных девайсов, да, и расширился ассортимент тех средств, с помощью которых мы за ними, за всеми этими помощниками ухаживаем. Все это нужно где-то хранить. Так вот, каким образом это все устроить, все зависит, опять же, от действий конкретного человека в конкретной квартире. Нет универсальных каких-то рецептов, поэтому профессионалы отталкиваются от действий. Здесь вопрос с брифом. Ну, на слайде я показываю, что и то, и то вроде бы гардеробная, но уже даже глядя на эти гардеробные, мы можем понять для кого, ну, как бы представить, да, что одна гардеробная, ну, то есть совершенно разные образы людей, которые этими гардеробными будут пользоваться, у нас вырисовывается. Ну, и, безусловно, если, конечно, Сара Джессика Паркер, всем известная личность, то ваша гардеробная будет кардинально отличаться от того, что мы видели раньше. Самое важное – понять, что система хранения – это не только, чтобы было удобно хранить второй ответ на второй конец этой фразы. Это важно, чтобы было удобно пользоваться, быстрый поиск вещей. И начинаем собирать действия. Для этого мы должны сформулировать задачу. Для кого, для чего этот шкаф? Да, тут я вот перечислила, я не буду перечитывать, но сама суть именно определить все-таки, что именно будет храниться в этой системе хранения, вроде бы такая очевидная вещь, но порой об этом забывают. Вот много что можно хранить, да. Скажете, блин, а квартира маленькая, а лыжи-то куда? Вот прямо на берегу. Это тоже старая моя мантра, когда я говорю про шкафы, про систему хранения, про вообще так вот, ну, просто обращаю ваше внимание, вот просто направьте свой взор в эту сторону. Я условно называю это складовкой, это сервисы, которые позволяют хранить сезонные вещи не в квартире и позволяют не покупать квадратные метры по стоимости жилых квадратов. Да, задумайте, сколько стоит квадратный метр жилой площади, а потом ее нужно отремонтировать, а потом там сделать системы, ну, всевозможные стеллажи или шкафы, а потом еще платить за это налоги коммунальные и так далее, обслуживание, да, только ради того, чтобы хранить лыжи, ну, условно, да, или шины, или что-нибудь еще, что вам не нужно на каждый день. Гораздо дешевле, я вот здесь прям буквально коротко в справочную информацию приложу, сколько может стоить хранение в таких подобных сервисах. И, ну, еще даже, наверное, добавлю то, что, ну, как бы, топлю за зеленых, да, и за разумное потребление, это тоже вторая часть из утюгов, то, что звучит, что мы все давайте осознанно потреблять, и к этому идем, экология и осознанное потребление, особенно после ковидных месяцев в закрытых квартирах, мы понимаем, что слишком много с нами идет по жизни, от чего можно избавиться. То есть тема расхламления, и сюда же вот я прям отнесу. Я, так, звук нормальный, все, не буду больше отвлекаться на чат, простите. Да, буду отвечать на вопросы в конце, коллеги, давайте так, друзья, давайте договоримся, потому что времени совсем немного, и, возможно, на ваш вопрос, который у вас возникнет, по ходу, я по ходу презентации уже смогу ответить. Итак, все-таки, да, маленькое пространство, как же сделать его комфортным? Вот тут даже не про систему, не про систему хранения, а в принципе, что нужно сделать, когда у вас стоит задача, эти квадратные метры сделать комфортными. Постараться не дробить пространство. Вот здесь такие, знаете, основные, как бы, такие вехи, которые знают дизайнеры, и это очень полезно будет для тех, кто не дизайнер. То есть постараться не дробить пространство всевозможными материалами, разными цветами. Постараться делать максимально цельную композицию и пространство, и мебели в том числе. Хорошо отрабатывать фокусные точки, ну, то есть входить, вот кто профессионал, кто учился, помнит, вам всегда в вузах говорили, входить надо на красоту. То есть по направлению движения при входе мы видим, мы понимаем, какая зона из пространства будет у вас на виду, то есть самая первая, которая вам встретится, это будет фокусная точка, ее надо сделать красивой, чтобы как бы именно она сдала потом атмосферу всему остальному пространству. Постараться минимализировать количество дверей и перегородок. Именно перегородки как бы до потолка, они тоже у дизайнеров есть такая, у профессионалов есть такое выражение, объем считывается по потолку, а зонирование по полу. То есть перегородка до потолка, она действительно вам перегородит, вот прям пространство уменьшит. Сделать ее невысокой, но оставить свободным потолок, чистым, добавит вам воздуха, сохранит ощущение простора. Сюда скрытые двери без наличников и филенок, либо высокие двери. Слава богу, на сегодня двери воспринимаются тоже как объект дизайна, и не просто выбираются там филенчатые или гладкие двери. То есть именно с проемами дизайнеры тоже работают. И отсутствие, опять же, это в тему дробности пространства, когда есть дверь, есть на ней филенка, есть еще наличник, и все это вот начинает как бы рамочка в рамочке, начинает дробно вырисовываться на той же стене. Вот если этого не будет, и будет гладкая стена, то у вас будет больше воздуха, меньше дробности. Очень важный момент. Стараемся сохранить, увеличить поток естественного света. Это потрясающий ресурс, именно свет, большие окна. Но мечта на сегодня это, в общем-то, хорошо понимается, осознает с нами всеми, слава богу. Они всегда застройщиками. Не здесь, ладно, дальше. Стараемся не перегораживать, опять же, перегородки до потолка, они перегораживают свет. Вот совсем все просто. Если мы их делаем, стараться делать их прозрачные, максимально облегчать. Не филенчатые фасады, а именно гладкие какие-то поверхности, тоже следует, ну, в этой парадигме, в принципе, не перегружать формами лишним, не грузить пространство. Хороший прием, когда мы объединяем цветом мебель и стены, когда мебель выкрашивается в цвет стен, ну, или наоборот, она как бы исчезает, да, мы больше воздуха, не мебель, но пространство остается. Ну, и вот сюда же минимализировать разнообразие отделочных материалов, например, не дробить, не набирать в прихожей плиточку, где-нибудь там ламинат, еще что-нибудь, еще каким-нибудь другим материалом нет. Единое напольное покрытие, ну, как, например. Хороший момент, и я его проиллюстрирую чуть дальше, это важно использовать многофункциональные предметы мебели и думать о двусторонних решениях зонирования. Я покажу, некоторое проиллюстрирую прямо сейчас, вот, например, последний, последний пункт из этого списка, и на плане у вас тут видно, вот я тут планировку показала, когда, сейчас секунду, приноровлюсь, вот такое, как бы, выход в пространство гардеробной, с одной стороны, причем, с одной стороны, это гардеробная, как бы, вроде бы, спальня, вход, а пара шкафов, вот эти вот шкафы, в них, они функционируют в обратную сторону, то есть они смотрят в прихожую, я покажу это все, ну, как можно сделать, как это вот выглядит визуально, но это вот фокусная точка здесь, кстати, та самая фокусная точка, если о ней говорить, то при входе, при взгляде, при входе в пространство, мы, как бы, получаем фокусную точку, вот эту вот стену, здесь именно с нее начинается обзор, условно говоря, а шкафы выглядят, вот посмотрите, вот эти шкафы, вот они, вот этот шкаф и этот, фасады, скажем так, это, как бы, ответная часть, за ними гардеробная, то есть такая двусторонняя организация, нестандартное немножко решение, кстати, обратите внимание, это все под единым пленитусом помещения, я еще покажу подобное решение, это как раз хорошо параллелит с тем пунктом, где я писала, что недробим пространство, цоколи и карнизы при встроенных системах, это тоже такой, в общем, интересный ход, который может объединить, поможет объединить пространство. Так, сейчас приноровлюсь, ага. Так что же сделать, гардеробную или шкаф? Тоже вот прям немножко останавливаюсь на этом слайде. Давайте так, шкафы-купе когда-то, да, когда они появились, это была действительно крутая вещь, там лет 20 назад призваны они были экономить пространство, в том плане, что дверки не распахивались, открывались параллельно, да, и их очень любили и до сих пор, в общем-то, любят. Но сегодня важно понять, что шкаф, опять же, дизайнеры сейчас поймут, о чем я говорю, шкаф как таковой, вот просто как шкаф в пространстве, в комнате, это доминанта. Он очень большой, он самый крупный будет предмет в комнате, он будет как бы доминировать над всем остальным. Так вот, друзья мои, на мой взгляд, вы можете, конечно, не согласиться, шкафы бывают разные, но на мой взгляд, отдельно стоящий шкаф на сегодня имеет место, имеет право на жизнь, только если он вот такой красавец, как у Хюльстер. Я любуюсь этой фотографией уже не один год, такой вневременной красавец. Да, и он, да, и он доминанта, и тогда это не страшно, он действительно красив. Все-таки гардеробная комната, либо шкафы, которые вырастают до потолка и встраиваются от стены до стены, стройка, они более предпочтительны, особенно в маленьких пространствах, поэтому гардеробная, даже если она будет крошечная, она все-таки более предпочтительна, нежели отдельно стоящий шкаф. Встроенные шкафы, я вот здесь показываю, ну, это вот фотография сборщиков, не самый красавец, тем не менее, просто для иллюстрации того, что по определению встроенный шкаф, ну, или гардеробная, это мебельная конструкция, которая использует в качестве своих деталей архитектурные элементы комнаты, полы, потолки, да, то есть там не может быть нижней полки пола, как мы профессионалы говорим, либо задние стенки, а все элементы этой конструкции крепятся прямо вот, ну, как на этой фотографии, если вы присмотритесь с помощью вот таких, таких прям старых, старый такой, старый не в плане, а состаренный, а в плане давно используемой фурнитуры, это мебельные уголки, суть в том, что этот шкаф нельзя подвинуть, его нельзя с собой забрать, можно, наверное, но найти под него точно такую же нишу в новом пространстве будет, ну, в общем, проблематично, да, то есть он встроенный, но не только, не только такой шкаф, например, как здесь, вот смотрите, вот эти два шкафа вполне себе знакомые и узнаваемые, если у вас есть в городе магазин, из четырех букв всем вам известный, магазин Икея, но если под него заранее, вот если посмотреть на плане, да, вот эти два шкафа на плане, вот они, если заранее предусмотреть под них нишу, просто зная их стандартные размеры, безусловно, да, предусмотреть и встроить их в нишу таким образом, чтобы они занимали нишу целиком, то есть они как бы исчезают, их нет, по факту мы видим только фасады, да, эти же шкафы просто становятся неузнаваемыми, и вот это расположение в нише, то есть позволяет сделать шкаф не шкафом, а частью архитектуры пространства, понимаете, да, о чем я говорю. Чтобы найти место на плане, да, мы начинаем с планировки, мы всегда стараемся именно на плане посмотреть, вот как я уже, ну, предыдущий слайд был с планировкой, для того, чтобы найти все-таки место, даже в маленьких квадратах, да, нам очень важно проанализировать не только размер шкафа и наши пожелания, конечно, здесь большое влияние имеет и архитектура здания, материал стен, несущие капитальные, высота потолка, площадь, а еще мокрые зоны, шахты, стояки, все это уже такие термины более профессиональные, с которыми дизайнеры знакомы, которые работают с планировками, да, еще все это видно, на самом деле, первые два пункта можно увидеть на плане БТИ, который нам необходим, чтобы приступить к перепланировке и найти место под этот вожделенный гардероб или красавец шкаф, да, а все остальное нам покажет замер, потому что не на каждом плане БТИ, он очень условный, именно замер, профессиональный замер поможет вам все-таки более, ну, безошибочно, скажем так, работать с планом. Поэтому коротко, буквально, прям буквально коротко, профессионалы, коллеги мои знают, а для тех, кто сам себе дизайнер и все-таки хочет попробовать хоть как-то покрутить и найти место для своей будущей гардеробной, я коротко скажу основные нормы правила, там, СНИП, законы перепланировки. Нельзя расширять площадь санузла за счет площади кухни. И наоборот, тут вопрос гигиены. Нельзя выходить или расширять площади мокрых зон за счет жилых комнат. Можно за счет коридоров и подсобных помещений. Запрещено объединять... Это основные правила. Сейчас коллеги сидят и ворчат, говорят, ну, вот, там, четырьмя пунктами. Нет, конечно. Я просто сейчас дочитаю, ну, договорю и поясню. Запрещено объединять комнату с кухней, если последняя оборудована газовой плитой. Кухня должна иметь естественное освещение, как и любая жилая комната. Да, много исключений, много компромиссов. Да, спасибо, Кристина. Очень много компромиссов, на самом деле, за каждым пунктом, много нюансов. Важно, что если все-таки у вас какие-то сложности, но все-таки обращайтесь к профессионалам или изучайте всевозможные... Ну, например, вот здесь у меня аккаунт коллеги, у него очень красивые перепланировки в плане подачи, не очень читаемые. Более подробно не здесь и не в рамках этой темы, но, тем не менее, просто это основные, скажем так, такие столпы, которые, вот зная которые, вы уже можете сами себе попробовать что-то попробовать на планировке порисовать. Еще что делают дизайнеры. Перед тем, как начать что-то проектировать или уже работать на планировке, чтобы что-то найти, не знают все эти нормы и правила. А еще они отталкиваются от привычек клиента. Помните, да, как они это делают? То есть как они отталкиваются? Они делают опрос, они собирают бриф, чтобы у вас была гардеробная ровно такая, как вам нужна, как у Сары Джессики Паркера или у вас будет своя гардеробная. Вас будут долго-долго-долго спрашивать. И идеальный клиент, конечно, в глазах дизайнера. Мы-то мебельщики знаем, да, когда к нам приходят, заказывают шкафы или гардеробные. Идеальный клиент для нас, который придется списком и скажет, так, у меня длинные пальто, вот длина у них метр тридцать, а короткие жакеты вот с такой длиной вот столько-то штук, а еще у меня свитеров штук двадцать и платье в тридцать. Нет, тридцать много, половину я отдам на утилизацию или отдам в какие-то благотворительные фонды, да. Опять же, тема расхламления. Вот, это идеальный клиент в наших глазах, но так не бывает. Если мы говорим сейчас, ну, про... Кто продает мебель, кто продает шкафы, меня сейчас поймут. Да, это идеальный клиент, но таких бывают единицы. Поэтому чем подробнее вы составите список того, что у вас будет храниться, чем больше вопросов вы зададите клиенту, и клиенты с другой стороны баррикад, коллеги, друзья, если вы... Чем подробнее вы подготовитесь к походу при заказе какой-то системы хранения, чем подробнее будут ваши списки, тем удобнее вам потом будет жить со всем этим. Кстати, у дизайнера, у известного дизайнера английского Kelly Hoppen, очень известная такая личность, у нее опросник состоит из 70 страниц. Ну, вот так на минуточку, да, то есть она не берет в работу, она не приступает к работе, пока все эти 70 страниц, там все эти вопросы на 70 страницах, клиент не ответит. Здесь следующий пункт. Дизайнеры отталкиваются не только... Отталкиваются от проекта, когда проводят коммуникации, именно на плане, и в начале будет мебель, а только потом будут розетки, но никак не наоборот, это дизайнеры знают. И не только свет, но и вентиляция, и гидроизоляция. Мы помним про мокрые зоны, и, кстати, гардеробные бывают у нас рядом с ванной, бывают, ну, поэтому и про гидроизоляцию здесь. Дизайнер учитывает планы клиента на ближайшие 5-10 лет. Родится ли ребенок, планирует ли завести собаку и гардеробная при входе, а если будет большая собака, то вдруг клиент может попросить, если вдруг такие планы, то бывает так, что в гардеробной или в какой-то системе хранения при входе будет поддон для мытья лап для собаки, или хранение коляски той же детской. Сюда же, здесь же, дизайнеры делают топи, снимают свящие мерки. Это вот к тому, что клиент сам это не сделает, а дизайнер за него должен это сделать. Рост клиента, потому что все эргономичные таблицы или таблицы по эргономике, которым и пестрит интернет, они все очень условные и с большими ошибками. Друзья или коллеги, пожалуйста, не пользуйтесь картинками из интернета, а пользуйтесь буквой Л, логика. Именно рост клиента. И мы все разные, определяет удобство пользования этим шкафом или гардеробной. Я, например, ростом почти метр восемьдесят, и я достану гораздо выше, для меня удобная верхняя полка гораздо выше, чем метр девяносто, заявленная во всех таблицах. Поэтому, друзья, коллеги, Л, логика. Хороший пункт, если вещи не помещаются, дизайнер выходит за границы комнаты, я сейчас проиллюстрирую. Дизайнеры не ленятся перепроверять себя в том плане, что они не отдают на откуп инженерам какие-то моменты. Они все-таки дизайнеры, они проверяют миллиметр, сантиметр. Все это профессионалы знают. Здесь, наверное, это для нас с вами бальзам на душу. А дизайнер думает про дизайн гардеробной, а не только удобство. Несмотря на то, что на последнем пункте, тем не менее, мы дизайнеры не можем по-другому. Я сейчас периодически буду возвращаться на картинках вот к этим пунктам, которые я проговорила. Просто сейчас хочу, совсем мало времени остается, хочу показать, ну, просто какие-то моменты, какие-то такие вещи по зонам. Например, хранение в прихожей. Да, очевидно, что в прихожей надо раздеться. А вообще функции, опять же, если просчитать, какие действия у каждой семьи, они свои в прихожей. И когда квадратных метров мало, очевидно, что необходимо задействовать все поверхности, не только площадь пола, но и стены, и высоту потолков, и все свободные вертикальные поверхности. Например, торец шкафа. На сегодня, в общем, я это прямо так и называю, боковое хранение или торцевое хранение. То есть придумать, не входить в торец шкафа, вот эти вот ужасные глубина шкафа 600. Я не буду сегодня про эргономику, а только про функцию. Входить в боковину шкафа 600 высотой до потолка, конечно, не очень интересно. Поэтому на самом деле не новая тема совершенно. И раньше это делали так, и выглядело это примерно так. На сегодня все-таки организация бокового или торцевого хранения может быть, безусловно, гораздо эстетичнее, а более функциональное все, опять же, зависит от функции в каждом конкретном взятом случае. Узкое пространство коридоров, прихожей – это не повод отказаться от каких-то систем. Шкаф до потолка не помещается, можно сделать небольшие, невысокие стеллажи, даже неглубокие стеллажи, в которые, например, сложить библиотеку. На уровне ног, то есть проходя даже если уже, еще уже коридор, организация полок на уровне ниже бедра, не перегораживает вам ход, тем не менее, даже неглубокие 15-20 сантиметров. Кстати, про эти сантиметры минимальные я вам чуть в самом конце покажу. Очень красивые вещи, интересные. То есть в проходных зонах не стесняйтесь, это не всегда шкаф, сделают там функциональный стеллаж. Кстати, вот такая история с невысоким стеллажом, когда вот эта высота совсем такая, ну, скажем так, или барная. У скандинавов эта высота называется серединной линией, то есть не до потолка, а когда на уровне глаз вы можете ниже использовать это как систему хранения, а выше у вас остается свободная стена для каких-то красот, а плюс еще у вас появляется вот эта поверхность, на которую можно поставить какую-то декоративную композицию, и у вас уже совершенно другая история, нежели стеллаж до потолка. Но не переборщить с открытыми полками, с открытыми системами хранения. Дело в том, что, опять же, на картинках это все стайлинг, это все проработано стилистом, фотографом, хорошие ракурсы. По факту это все очень быстро зарастает бытовыми какими-то мелочами. Поэтому все же, если не перфекционист, если заказчик или вы сами лично знаете за собой, что все-таки следить за этой красотой вам будет не так легко, то лучше, конечно, закрыть все именно фасадами, чтобы вот это дробное, не мусорить пространство, не мусорить, не про мусор, но чтобы не было визуального шума. Я бы вот больше за это. И, кстати, если у вас прихожая совсем узкая, ну вот, например, как на этой картинке, то я предлагаю делать фасады гладкие. Чем уже пространство, тем меньше должно быть каких-то декоративных элементов на конструкциях фасадов. Если пространство все-таки позволяет слегка побольше сделать, ну вот, например, если между шкафами чуть побольше места, соответственно, чуть побольше воздуха, да, уже как-то, ну, какие-то декоративные элементы, в общем, более приемлемы. Ну, и крайне правая картинка иллюстрирует, когда вот узкая, это не совсем прихожая, не совсем коридор, но когда узкое пространство и еще плюс рамки на фасадах, да, ну, пространство становится еще более сложным. Поэтому миниманизировать, помните, как было, миниманизируем рамочки, всевозможные дробные элементы. А можно в прихожей, наоборот, что-нибудь убрать. Посмотрите здесь, на этом слайде, на нашем, это со нашего сайта, ну, взяли, убрали нижнюю часть шкафа. Ну, зато хранение обуви, какое оно, ну, вот в плане удобства, быстроты, да, и наглядности, то есть там нету даже ничего, там просто шкаф как бы подпрыгнул, повис, освободив место для большого количества обуви. История тоже такая, знаете, я всегда показываю вот эти картинки своим ребятам, говорю, ребят, не переусердствуйте, можно так поднять шкафчик, что будет, ну, вот такие смешные, в общем, забавные, я бы сказала, могут получиться висящие, парящие шкафчики с пуфами, ну, подсветка внизу, в общем, надо понять, что там кроме обуви будет еще действительно в нашем климате, это всегда будет мусор, песок с улицы, это грязная все-таки зона, поэтому не переборщить. Тем не менее, такие решения появляются все чаще, вот вам еще наши такие, вот одни из последних каких-то картинок визуальных, да, когда шкаф подпрыгнул, но не стал таким смешным, как на предыдущих слайдах, вместе с тем позволяет легко убрать, найти обувь, а подсветку, в общем, ну, наверное, можно исключать по требованию, по необходимости, когда нужно что-то найти. В прихожей, помните, пункт, когда я говорила, когда дизайнеры, ну, когда что-то не помещается, дизайнеры могут выйти за рамки этой зоны хранения, вот здесь на этой картинке хочу показать крошечная совершенно студия нашей коллеги, она у нас была учебная, ну, походу, ну, не суть расскажу, вот, наверное, про зону кухни, если посмотреть, крошечная студия, там, по-моему, 26 метров всего для одной девушки, но в кухне не помещался холодильник, и мы его, в общем, спокойно перенесли в зону прихожей, да, да, то есть шкаф от полу до потолка со своими функциями и прихожей, и хранение здесь же, за фасадами прихожей спрячется в холодильник, да, так можно, и прям рекомендую рассматривать эти варианты, мы были не одни, я вот, например, недавно, буквально там, не знаю, пару недель назад, наверное, Диана Балашова публиковала у себя в профиле квартиру, бывшую квартиру, как я поняла, ее дочери, ну, не суть, она тоже была очень крошечная, посмотрите, у меня написано в прихожей, по факту мы видим кухню, и Диана Балашова, она прям так и задавала вопросы, что не так, говорит, кто-нибудь поймет, что с этой кухней, так вот, в этой колонке хранение не фронтальное, а именно сбоку, и боковое хранение, шкаф, визуально вроде бы, относящийся к кухне, открывается с торца, принадлежит прихожей, то есть здесь вступает в силу мое утверждение, что вещи должны быть, мебель должна быть многофункциональной, ищите эти возможности, правда, следуя всем тем принципам, да, не дробите, не настраивайте, то есть чем меньше будет объектов, чем проще они будут, чем, ну, скажем так, чем проще будет дизайн, тем меньше будет визуального шума, все, конечно, зависит от стилистики, но на сегодня очень в тренде, например, ну или вот так распространенное, да, и не только в тренде, в принципе, если маленькое пространство, мы стараемся его использовать по максимуму, как я сказала, высота потолка, она тоже определяет, соответственно, мебель все чаще появляется от пола до потолка, вот тут прям буквально пару моментов, коллеги, друзья, обратите внимание, что иногда дизайнеры не задумываются, как же эту мебель монтировать, если она до потолка, а если потолок подвесной, а еще нужен монтажный люфт, чтобы эту мебель как бы поднять, собрать, так вот не бойтесь оставить буквально пару сантиметров от мебели до потолка, посмотрите на одном, на втором слайде, оба шкафа, ну вроде бы как, выглядят однозначно изделием до потолка, но там остается небольшой зазор, и эта теневая щель, она позволяет избежать каких-то проблем при монтаже, а по течении еще и провисают, если потолок натяжной, то по центру он в любом случае на какие-то миллиметры провиснет, и фасады могут шоркать потом по этому потолку, в общем, визуально изделие будет выглядеть как до потолка, вместе с тем массой проблем можно просто решить, оставив полтора-два сантиметра как бы в зазор. Высокие шкафы до потолка, тут вот еще кроме момента прям встраиваемся, не встраиваемся, была история с антресолями, друзья, и на сегодня бывают такие проекты, вот на левом слайде это наш, справа это просто из интернета взяла, да, красавца, оставим их в прошлом, дело в том, что ставить на антресоли раздвижные фасады, в общем, совершенно нелогично в плане бюджета, а делать распашные фасады сверху внизу раздвижные, мы получим, ну, как минимум, вот такую чехарду, да, крайне сложно сделать объект красивым, поэтому первое, что хочу напомнить, что, во-первых, от пола до потолка, если это мебель и мебельный щит, у него есть технологический размер, то есть мебельный щит, как правило, имеет высоту, ну, вот по большому размеру, 2,780, а если потолок 3,20, мебельный щит наращивается, ну, скажем так, где-то здесь с помощью специальной фурнитуры он может нараститься, а вот фасады, а вот антресоли распашные, тут уже, ну, этот момент высоты решают распашные фасады, кстати, обратите внимание именно на этом проекте, он такой, достаточно такой растиражированный в Пинтересте, но тут хорошо, мне нравится, что показана единая цокольная система, опять же, то самое отсутствие дробности и тот момент, когда шкаф перестает быть шкафом, он просто часть архитектуры пространства, да, он даже в другом цвете, он не в цвет стен, но вот этот единый цоколь и его гладкость, и монолитность со стенами делает его менее, ну, скажем так, он перестал быть шкафом, он больше, чем шкаф, неся в себе всю ту же функцию. Итак, все-таки изделия до потолка распашные, и на сегодня это на самом деле гораздо лучшее решение, нежели раздвижные двери, особенно когда у вас есть, куда распахнуться этим фасадом, да, оставляем наверху небольшой монтажный какой-то зазор, и, и, и да. Про спальню. Коротко, я уже совсем тороплюсь, у меня совсем мало времени, а я только почти на середине, ладно, я буду быстро. в идеале, когда у вас в изначальной планировке в квартире есть в спальне место, куда за дверью поставить шкаф, когда здесь достаточная глубина. Иногда застройщик совершенно не думает, глубина здесь совершенно крошечная, можно сделать, например, вот такой перепад по глубине по шкафам, и тоже добавить систему бокового торцевого хранения, да, в этом случае, это будет гораздо интереснее, нежели просто боковина шкафа. Если этого места нет совсем, вот, например, такая, в общем-то, медийная Инна Азорская, дизайнер, ее решение, одно из решений, оно совсем простое, очевидное, расположить, например, зеркало за дверью, зеркало напротив окна позволит отразить, опять же, добавить освещенности в помещение, сделать его более просторным, и функциональным зеркало все равно нам нужно. А, возможно, вам вообще не понадобится, извините, шкаф в спальне, да, или гардеробная, если, например, вы приверженец вот такого стиля, почему бы и да. Помните, все зависит от брифа, если перед вами заядлый, я не знаю, холостяк, возможно, да, то и это его берлога, то почему бы и да, как я говорю. Нежелательно, конечно, если маленький квадрат, нежелательно делать то, как делали раньше, например, играть вот в такую историю, систему. Да, носочки там прекрасные, не менее прекрасные, чем постер с глазом, с синим глазом, всем известного доктора Хауса. Конечно, не выстраивать городушки, как я это называю, то есть лучше сделать действительно хорошую, невидимую, постараться максимально упростить задачу. Кстати, вот по такой системе, организации ТВ-зоны в спальне, это вот Кёльн 20-го года, мне довелось, слава богу, это была чуть ли не последняя выставка этого года, и я на ней была, несмотря на то, что решение такое, в общем-то, действительно вот устаревшее на прошлом слайде, да, в общем, от него не отходят все-таки. И телевизор, кстати, телевизоры все меньше, их все меньше в спальнях, их даже на выставках, они практически отсутствуют уже в гостиных, вот, но тем не менее, если стоит такая задача, то смотрите, здесь двери, шкафные двери, они полностью в зеркале, соответственно, да, то есть шкаф как бы исчез, оставив за собой функцию. Но если все-таки вам повезло, и вы обладатель большой площади в спальне, то, конечно, функции, помните, надо совмещать, поэтому рабочее место в гардеробной, и в идеале, конечно, там должно быть окно, но если даже его нет, это лучше, чем рабочее место в спальне. Об этом скоро, в общем, будут говорить много где и везде, потому что чувственный дизайн и комфортный сон, сегодня тоже такой восходящий тренд. Картинки с выставки, коротко покажу, что последние годы принесли нам прозрачные фасады и вставки, тонированные во всевозможные гардеробы и фасады, я прям буквально пролистаю, иначе самое интересное я вам не скажу. Российские дизайнеры это дело полюбили, но прошлый год выставка показала, что все-таки не всем комфортно вывешивать и поддерживать идеальный порядок за такими фасадами, поэтому более матовые какие-то стекла либо с каким-то нанесенным рисунком, ну вот, например, в нашем ассортименте есть прям очень много подобного стекла, которое вроде бы прозрачное, тем не менее, не выставляет так напрямую все на показ. Ох, перелеснуло. Последний, один из недавних, буквально на медне, но и встретившийся проект в инстаграме наших коллег из Екатеринбурга, видимо, их местное как бюро молоко, и посмотрите, как наши двери матовые, как они в тренде смотрятся, кстати, ну, совсем прозрачно, конечно, это очень откровенно, вместе с тем глухие фасады, они тоже же глушат, взгляд устанавливают, а если такая матовая, как бы, там есть глубина, добавляет той самой глубине тому самому пространству. Про многофункциональность, коллеги, друзья, посмотрите, что это за зона перед вами, да, не стесняйтесь миксовать, здесь рабочее место, гостиная и кухня в одном. Кухню вы можете отследить только по наличию крана, да, здесь небольшая варочная поверхность, а визуально все вместе, это никогда не скажет, что это кухня, конечно, и рабочее место здесь, опять же, мы индивидуально, все зависит от брифа, не бойтесь миксовать все вместе, а компания Мистер Турс вам в этом поможет, в том плане, что у нас огромный ассортимент, и мы можем много еще, несколько новинок с нашего сайта, смотрите, когда, наверняка знакомая история с студийными планировками, когда одна стена, по ней должно стоять все и прихожая, и стена хранения, и рабочее место, или там же и гостиная, да, ну вот, например, вот такое решение, когда с одной стороны прихожая, а на другом конце уже рабочее место, которое всем нам, очевидно, необходимо в современную эпоху, или когда в прихожей совмещаются и открытые, и закрытые системы, мы понимаем, что такое прихожее можно, конечно, хранить все вплоть до книг, как я уже сказала, и она может быть очень яркой, помните, что прихожая все-таки это буферная зона, мы в ней не задерживаемся долго, поэтому она может быть яркой в плане цвета, декора, если вы боитесь цвета, то вот как у Жени Ждановой, попробуйте спрятать его куда-нибудь в шкаф, и это будет звонко. А еще я вам обещала рассказать про 15 сантиметров у Софи Улина, господи, забыла имя, но, в общем, дизайнер, у него есть свой бренд это Рам Дизайн, это из Казани, фантастический архитектор-дизайнер, они сделали стеллаж, он глубиной всего 15 сантиметров, рили, рили, это правда, это здорово, посмотрите, просто присмотритесь, даже 15 сантиметров они могут вам помочь хранить всякую красоту и наполнить, не занимая большое пространство, не занимая те самые какие-то, я не знаю, иногда очевидно, что их нету, каких-то там места нету для большого стеллажа, но глубина 15 сантиметров найдется вдоль каждой стены, на самом деле, как мне кажется. Ну и у нас у компании Мистер Дорс есть интересное решение, это одна из новинок системы дверей и сетиминти, у которых очень много вариантов профилей, в том числе, не только в горизонтали, вертикали, но еще и выход в пространство, то есть двери, на дверях можно сделать небольшую систему хранения, которая декорирует по тому, как вам это захочется, например, у нас здесь вот такая история, это дверь, это дверь, за которой тоже там своя система, но я к тому, что и каждые 10-15 сантиметров могут вам пригодиться. Я почти уложилась на 5 минут, готова ответить на вопросы, коллеги, здесь немножко информация обо мне, готова ответить на вопросы, очень мало времени, очень жаль, поэтому коротко бегом обо всем, готова отвечать на вопросы, я с вами, пишите. Спасибо, Елена, да, рада, что вам было интересно. Светлана мне помогает, выкладывает мой инстаграм, у меня не очень бизнес, не очень продизайн, но тем не менее, коллеги, друзья, жду вопросы, я еще с вами. Да, видимо, так. Есть ли возможность в комнате 16 метров при комнате? Конечно, я считаю, что да, всегда есть. 16 метров – хороший метраж. Не очень понятно, какая комната, ли это гостиная, ли это спальня, можно. Я считаю, что можно, все, 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 все зависит от того, что именно, какая гардеробная вам нужна. Да, с плинтусом у меня отдельная, прям где-то там по шкафам, я прям показываю, как с плинтусами интересно работать. Спасибо, спасибо за вопросы. Друзья, я рада, ручки скрытые, где берете? Вот скрытые разные бывают. Смотрите, есть система Push to Open, нажал, открыл, да, и тогда скрытые ручки нет. У нас ассортимент своих ручек огромный, есть еще партнеры для шкафов врезные, все зависит от того, какие фасады, на каких-то фасадах можно, у нас есть ручки, ну, профильные ручки, которые вырезаны, это фасады из МДФ. Но более подробно про материалы для мебели, для заказа расскажет следующий спикер. Компании нет, мы работаем удаленно, в том числе, мы за ковидно работали, прекрасный опыт, прекрасно справились, и удаленные продажи у нас тоже есть, обращайтесь. Да, шкаф-купе, если некуда открывать дверцы, да, шкаф-купе, только в том случае имеет смысл ставить, потому что на каждую систему раздвижения минимум 10 сантиметров вам все равно надо. Но если некуда открывать распашные, да, тогда шкаф-купе. В комнате спальня, гостиная, шкафы, или отдельную гардеробную. Сложно, сложно ответить, не видя. Я, даже и шкаф можно сделать так, что его не будет видно, все зависит от того, что еще будет в комнате. Это надо смотреть, смотрите на планировку, постарайтесь покрутить, открыть фасады, или раздвижные поставить, посмотреть. Делайте это все в масштабе, чтобы вам не ошибиться, выдерживайте, старайтесь выдерживать масштаб, глубины, всех остальных предметов, тогда вам будет легко решить. Да, спасибо. Спасибо, за вопросы. Светлана, вам слово, я уже. Спасибо, да, спасибо. Приходите в Дорс, у нас профессиональные, грамотные дизайнеры, они на все вопросы... Продолжение следует...